Ночь тиха, природа задремала, Тихо светит одинокая луна. Путается в тучку одеяла И блуждает среди ярких звезд весна. Привет, ребята! Сегодня мы вместе с Софией, Заяцей, Машей Австраленькой будем проводить настоящий эксперимент. Уже интересно? Тогда давайте начинать! Ух ты, ты что, шарики надуваешь? Ага, поможешь. Конечно. Привет, девчонки! Привет! Ой, а чем вы тут занимаетесь? Шарики. Ой-ой-ой-ой, что случилось? Что это за шарики? Что вы собрались с ними делать? Просто надуваете? Да. А потом развесите по комнате? Да, да. Да, классно! А вы знаете, девчонки, что шарики можно надувать не таким способом, а другим? Да. Каким, знаешь? Да, есть специальные насосы. Насосы, да, есть. А еще какой есть способ? Вы знаете, я как-то в интернете увидела видео, где надули шарик с помощью пластиковой бутылки. Как это? Представляете? А давайте проведем эксперимент и тоже попробуем. Давай. Попробуем? Так, нам понадобится пластиковая бутылка. Ребята, а вы присоединяйтесь к нам. Запоминайте, что нам нужно. Так, уксус нам понадобится. А также нам понадобится сода пищевая. Эти предметы, эти вещи мы можем найти у мамы на кухне. Только без разрешения ничего мы брать не будем. Дорогие друзья, этот эксперимент нужно проводить только в присутствии со взрослыми. Я у вас есть, поэтому эксперимент мы можем проводить. Уксус есть, сода есть, пластиковая бутылка есть. И что нам, конечно же, понадобится? Шарики. Шарики, конечно же. Для безопасности я надену перчатки. А вы мне будете помогать, да? Так, надеваем перчатки. Друзья, вы можете попросить своих родителей, они вам помогут тоже провести такой веселый эксперимент. Как думаете, у нас получится? Да. Так, отлично. Смотрите, вот у меня есть такая инструкция. Давайте прочитаем. Первым делом мы должны налить полстакана уксуса в бутылку. Давайте будем отмерять. У нас есть стаканчик. Так, наливаем туда уксус. Он похож на яблочный сок. Да, потому что это яблочный уксус. Так, налили полстакана. Полстакана все проверили. Дилина, а как же он будет надуваться? Сейчас все узнаем. Девчонки, так, читаем, что уже будет дальше. Второй пункт. Шарик. Ну-ка, помогайте мне. Шарик. Сыпать пять столовых ложек соды. Молодцы, девчонки. Так, пять столовых ложек я уже отмерила. Насыпала сюда в этот стаканчик. Чтобы облегчить наш процесс, мы возьмем обычный листик бумаги, свернем его, сделаем такую вороночку. Умеете делать? Да. Так, надеваем шарик. Помогите мне, девчонки. Кто держать будет? Да. Ну-ка, давай, Машка, помоги мне. Отпускай другой шарик. Убери шарик. Так, держи. Только не сжимай. Сода ведь должна попасть в шарик. И засыпаем соду. Ну-ка, посмотрим. Пошло дело? Да. И слышно даже. Немножко можно потрясти, чтобы вся сода попала в шарик. Слышно даже. И слышно, да, действительно. Соду мы насыпали. Ну-ка, подержи пока что. Аккуратно, только аккуратно. Теперь мы берем наш уксус и заливаем аккуратно в бутылку. Попросите помощи родителей. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Получилось? Да. Получилось. Ну-ка, будем читать, что же дальше. Ну-ка, третий пункт. Надеть шарик на горлышко бутылки. Молодцы, умнички. Так, поможете мне? Так, только очень аккуратно. Очень-очень аккуратно. Держи бутылку. Теперь мы что, высыпаем? Так, читаем пункт номер четыре. Поднять шарик, чтобы сода высыпалась в бутылку. Так, а дальше что? При добавлении соды в ку... В уксус выделяется углекислый газ. Сейчас посмотрим, как у нас пройдет наш эксперимент. Ну что? Посмотри. Раз, два, три. Ну-ка. О, держим шарик. Смотрите, что происходит. Это как он? Надувается? Как? Он будет летать? А ну-ка. А как думаете, будет ли он летать? Да. Нет, девчонки. Смотрите, происходит химическая реакция и выделяется углекислый газ. Углекислый газ тяжелее, чем кислород, которым мы с вами дышим. Поэтому шарик, к сожалению, летать не будет. А как вы думаете, какие шарики летают? Воздушные. Так, ну а что находится внутри этого шарика? Воздух. Какое вещество? Воздух. Гелий там находится. А гелий легче, чем воздух. Воздух. Поэтому он летает. Вот он тоже. Посмотрите, какой у нас красивый шарик получился. А с ним можно будет играть? Конечно же, только мы должны его аккуратненько снять. Конечно же, при помощи родителей. Правильно? Угу. И тогда завяжем наш шарик, и будет у нас готовый шарик. А как ты снимешь, если его можно выкинуть? Мы аккуратненько это сделаем. Здесь реакция завершится, опустится чуть-чуть, и тогда мы сможем снять. Либо здесь завяжем мы с вами ниточкой и сможем снять шарик. Да? Ну что, девчонки, эксперимент удался. Да? Да. Давайте пять. Так, сниму перчатки. Держи аккуратно. Я подержу. Держите аккуратно. Все делается аккуратно. О, холодный. Холодный? Да. Так, ну-ка, давай я подержу. Вот так. Эксперимент у нас удался. Давайте пяточки. Вот так. Так, молодцы, умнички. Давайте еще раз пройдемся по нашему эксперименту, как он у нас получился, и расскажем нашим телезрителям. Может быть, кто-то только подключился. Давайте вспомним первый пункт. Что нам понадобится? Нам понадобится оксус и сода. Да, а где мы это можем найти? У мамы на кухне. Правильно. Только обязательно нужно попросить маму помочь нам, потому что это опасное вещество, и если мы, допустим, что-то сделаем не так, как нам тут сказано, то можно получить химический ожог, а это серьезно. Так, идем дальше. Что следующее? Ну-ка, вспоминаем. Что мы делали? Оксус приливали в чашку. Чашку, да. Наливали в нашу чашку половинку, вот столько примерно. Дальше что мы делали? Дальше мы брали соду и насыпали в шарик. Молодцы, умнички. А дальше что же было? А дальше мы... Ну-ка, Машка, расскажи мне, что же было дальше. Я знаю, мы потом в бутылку наливали оксус, потом поднимали шарик, и сода высыпалась в оксус, и происходило... Химическую реакцию. Молодцы, умнички мои. Ну что, девчонки, мы сегодня с вами потрудились, поэкспериментировали. Вам понравилось? Да. Ну что, друзья, я надеюсь, вам тоже понравилось. Не бойтесь, экспериментируйте, только обязательно под присмотром взрослых. Ночь тиха, природа задремала, тихо светит одинокая луна. Путается в тучку одеяло и блуждает среди ярких звезд весна.